Здравия, дорогие друзья! Ярслав Мудрый Воронцов, Академия семейных отношений Веда Дом. Ваше внимание предлагаю короткую вырезку из последнего боя UFC 238, на котором выступала Шевченко, Валентина Шевченко и Джессика, фамилия ее И, что-то такое, Y-E-Y. И, что я хочу сказать по поводу этого видео, друзья. И не только этого видео, а вообще мужского вида спорта, в котором сегодня выступают женщины. Давайте посмотрим. Я хотел бы, чтобы вы обратили свое внимание на те ощущения, которые будут у вас возникать. Я обращаюсь как к мужчинам, так и к женщинам. Дальше мы рассмотрим. Поехали. То есть, что мы видим? Мало того, что это травматический вид спорта, особенно для женщины, но самое важное, что здесь не видно, и что здесь никто ни о чем не об этом не говорит, и это не проявляется сразу, так это то, что мужские виды спорта, где проявляется агрессия, вообще мужские виды спорта, мужские виды спорта развивают мужские качества. Когда этими мужскими видами спорта занимается женщина, вы понимаете, что происходит. Женщина развивает все мужские качества, и как результат, женщина превращается в мужчину. Это жестокость, это жесткость, это навыки мужского поведения в жизни. Что-то не нравится, мы решаем через силу. А теперь представьте себе эту ситуацию в семье, когда есть мужчина и есть женщина, которая внешне женщина, но со своей начинкой, она мужская. Как вы думаете, может быть в таких случаях создаться гармоничная семья? Классическая семья между мужчиной и женщиной, которую сотворил наш Всевышний Творец, какими он нас создал, что должна быть мужчина и должна быть женщина. Я уже говорю, как феминистки, была мужчина и был женщина. Была мужчина и был женщина. Сегодня так и получается, вы понимаете, что когда женщина наполнена мужской энергией, она не может жить гармонично с настоящим мужчиной, с Альфа-Солнцом, королем. То есть она не может стать королевой, когда она наполнена мужскими энергией. Соответственно, как результат, что она притянет свою жизнь, она притянет свою жизнь мужчину, которому больше женских энергий. И они, конечно, будут отрабатывать свои задачи. И вы спросите, почему я говорю об этом, как вы имеете право об этом говорить, давать оценки. Ну, прежде всего, я спортивный тренер. Я профессиональный спортивный тренер, закончил Академию спорта, кафедра бокса. И, к счастью, в те времена, когда я учился, у нас не было разрешено, чтобы женщины занимались мужскими видами спорта, такими как бокс, карате, тяжелая атлетика, борьба и все прочее. Этого не было. Ну, с наступлением новых времен, феминизма, мы берем все лучшее, в кавычках, с продвинутого Запада, Америки. И, к сожалению, эти плохие привычки стали уже частью нашей жизни. Ну, теперь вам пища для размышлений, дорогие девушки и мужчины, которые могут помочь женщинам понять, что это не для них. Дорогие девушки, мы очень любим вас. И мы любим вас такими, как создала вас первоначальная природа, ваше истинное женское начало. Если вы занимаетесь мужской деятельностью, бизнес, спорт, социуме, семье, любое направление нашей жизни, где вы проявляете свои мужские энергии, где вы решаете жизненные задачи по-мужски, это все позволяет вам превратиться успешно, конечно же, мужчинам. Подумайте, хотите ли вы быть мужчиной? Сделать ли это вас счастливым? Счастливым, да. Вас, женщина, сделает ли это вас счастливым? Уже придется так говорить. Железное тело, внешняя форма, отдаленно напоминающая женское, но содержание мужское. И, соответственно, происходит мутация, изменение женского тела, мужское, как правило. Окей? Вот такая штука, друзья. Пища для размышления. Не претендую на эти на последние станции. Просто мысли вслух для наших любимых женщин, которые хотят быть похожими на таких женщин, бойцов, которые живут по-мужски, проявляют себя по-мужски, ну и становятся, соответственно, мужчинами. Давайте посмотрим еще до полного впечатления весь этот процесс. Вы слышали, что он сказал? Он говорит, что наш спорт очень хороший спорт, прекрасный спорт. Да, он прекрасный, но для мужчин, не для женщин. Это самое важное, чем нужно помнить, дорогие друзья. Я же желаю вам всем любви радости, живите в благости, развивайте энергии, которые соответствуют вашему телу, мужское или женское. Дорогие девушки, мы вас любим в вашей истинной женской природе. Это позволяет нам проявить нашу мужскую энергию полноценно, проявляйте свои женские качества. Творец Всевышний дал вам это тело не просто так. Каждое тело имеет свои способности, возможности. Для сравнения сравните КамАЗ и Порше. Девушки, вы по аналогии Порше, но не КамАЗ и не танк, и не пушка. Вы милые, нежные, красивые, чувственные, любовью одаренные, добрые, чувственные, заботливые, мягкие девушки. Наши принцессы, леди, we love you all. Мы вас любим, такие, какими вы пришли в этот мир, в истинном состоянии. На этом все, друзья. С вами Ярослав Мудроворонцов, Академия семейных отношений Веда-Дом и тренинг-центр Green Mind Life. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Благодарю вас. Намасте.